Всех приветствую, друзья мои! Сегодня у нас очередной обзор интересного гаджета от компании Q-Bot или Q-Bot, кому как удобно. Это планшет у нас King Kong. У них у Q-Bot есть линейка King Kong, это значит все защищенные, ударопрочные по последним стандарту Milt 810G, американский стандарт военный IP68, IP69K. Можете его топить, бросать. Путешествия хоть где. Использовать, опять же, масса возможностей. По характеристикам пробежимся перераспаковки. Здесь у нас самая фишка данного планшета, он ударопрочный. Весь прорезиненный, весь четенький. Что мы сейчас делаем? Сейчас я вам распечатаю, покажу сразу же комплектацию, пробежимся по характеристикам, пофотографируем его и сделаем выводы, как обычно. Смотрим. Интересный планшет. Дата старта у них продаж, если не ошибаюсь, 21-го. Может, здесь вот продаказ, будут ссылки, купоны, все дела. На старте продаж 150 долларов, заявляет производитель. Плюс будут скидочки, опять же, повторюсь, для первых покупателей. Кому нужен защищенный, недорогой, современный планшет с хорошим железом, с съемкой памятью, в описании. Погнали распаковывать. Комплектация. Давайте я вам покажу, как он поставляется. Поставляется вот в такой интересной коробочке. Здесь у нас логотип компании Кубот. Или Кьюбот. Кому как удобней. Сам планшет. Давайте клееночку снимем. И по спецификациям пробежимся. На задней стороне у нас спецификации. Давайте быстренько пробежимся. По основным. Кьюбот. Android 13 у нас на борту. Прекрасно. Восьмиядерный процессор. У нас встроенной памяти 256 гигабайт. 8 гигабайт оперативной. Плюс 8 расширяемой. 16 гигабайт. Что хватит вам за глаза. 10 дюймов дисплей. Full HD матрица. IPS тачскрин. IPS матрица. Это замечательно. Разрешение у нас в дисплее 1200х1920. Плотность пикселей. Плотность неплохая для такого экрана. Пикселей видно не будет. Поддержка карт памяти до терабайта. Но практика показывает. И 2 терабайта работает смелая. USB Type-C у нас. Тут разъемы. Фронтальная камера 8 мегапикселей. Задняя камера 16. И вспышка у нас присутствует. Батарея 10600 мА. Ну что, распечатаем. Посмотрим, как он выглядит вживую. А не на картинке. Вот это номер. Андрей. Ого. Итак, к планшетику мы вернемся чуть-чуть позже. Посмотрим у нас с комплектейшен. Здесь у нас предупреждения разные. Макулатура. Краткая инструкция. На многих языках русский присутствует. Дальше. Наушнички есть в комплекте. Не знаю, в вашем комплекте будет, не будет. У меня наушники присутствуют. USB Type-C. Зарядка USB. Обратную зарядку не поддерживает. Но неудивительно, потому что батареи 10 тысяч мА. Хватать будет только для данного планшета. Батарея у нас 18 Вт. Что прокачает данную батарею часа за 3,5. Скрепка для открывания лотка SIM-карт. И кабель от TG кабель. Можете флешки сюда внешние носители подключать. И, пожалуйста, увеличивать емкость памяти. Все замечательно. Наушники тоже нет. Смотрите. 3 мм гнездо. Не Type-C. Значит, есть слот под наушники. И можно планшет использовать как AUX в автомобиле, когда вы путешествуете. Переходим к планшету. Что мы здесь видим? Здесь мы видим тоже, дублируются характеристики. Клееночка наклеена, которую мы позже... Здесь у нас сразу же показано, что... Или две SIM-карты, или одна SIM-карта, и карта памяти поддерживается. Две SIM-карты. Полноценные звонки. Можете использовать как телефон. Открывать не будем, потому что и так видно. Все прорезинено. Когда будете купать данный планшет, так как он у нас является ударопрочным, пылезащищенным, то не забываем закрывать заглушки. С этой стороны у нас качельки громкости. Между прочим, это все единый корпус прорезиненный. И также клавиша включения-выключения. Удобно под палец, под левый, для ревшей. Дальше. С этой стороны у нас микрофон. Видим. Весь планшет резиновый, полностью прорезинен. С этой стороны у нас слот для под наушники. И вот ЭГ-кабель, зарядка, передача данных. Ну, здесь даже нарисовано на логотипе. Снизу у нас два динамика, что подразумевает стереозвук. С обратной стороны у нас компания Cubot. Логотип. Камера. 16 мегапикселей. Ну, это не камера фоб, конечно. Не камера фоб. Камерафон. Так что, больших надежд я от нее не пытаю. Фотоспышечка есть. С этой стороны камера 8 мегапикселей для видеосвязи, конференции и разной ерунды. Убираем. У нас здесь две клееночки предустановлены. Убираем нашу клееночку. Замечательно. Видим большой дисплей 10 дюймов и большие, огромные рамки, что характерно для защищенных планшетов. Сейчас я его включу. И продолжим. Все, сейчас я его настрою. Все покажу. Давайте пробежимся по начиночке данного планшета. Что у него есть из программного дисплея. Так, я, наверное, сюда вот сейчас это все вставлю. Сейчас мы включим с вами запись с экрана. И пробежимся по начинке. Буду в портретном режиме. Не в горизонтальном, чтобы вам было удобно. Так, видео на экране. Давайте сразу же по настройкам. Видим дисплей. Интересное управление. У него есть меню. Здесь по умолчанию. Снизу стоят три кнопки. Да, видим. Чук, чтобы выходить. Ну, я думаю, наверное, управление можно поменять. Если главный экран, сделать сенсор. Добавляю значки приложений. Значки уведомлений. Так. Ну, управление там в настройках, наверное, это будет. Давайте сразу же зайдем по настройкам. Можно тут выйти. Что мы здесь видим? Здесь у нас интернет двухдиапазонный. На данном Wi-Fi. Ой, Wi-Fi в плане, что 2.4 и 5 ГГц здесь у нас присутствует. Здесь у нас поддерживается 4G, Bluetooth. Последней версии. NFS я тут не вижу, наверное, тут, наверное, ни к чему. QR-коды можно сделать доступно в камере, в момент с окружением. Весь необходимый функционал есть. Зайдем по настройкам, посмотрим. Настройки у него как у обыкновенного телефона, видим. В первом пункте у нас сети интернета. Можно здесь полностью кастомизировать. Посмотреть, что да как. Дальше подключено устройство, приложение. Все у нас классическое. Уведомление. Полностью можете по себе также опять настроить данный планшетик. Батарея 10600 мА у вас. Давайте уровень заряда батареи включим 90%. У нас сейчас 91%. Современный процессор, энергоэффективный. Батареи хватит надолго. Так, памяти внутренняя 256. Опять же, вам хватит за глаза. Но кому не хватит, можно оттекать кабель, подключите. Или, пожалуйста, можете подключать флеш-карту. Данный планшет поддерживает до терабайта. Звук гибрации. Давайте послушаем звук на данном аппарате. Ой-ой-ой, очень громко. Так, где звук прибавляется? Это у нас еще полное? Нет, это не полное. Кричит очень громко. И работают оба динамика, я послушал. Да, стереозвук. Оса мешает нам. Ну, звуки здесь полностью, опять же, можете под себя настроить. Что здесь и дальше? По экрану давайте пробежимся. Экран у нас сейчас яркость на 100%. Достаточно на улице яркость. У нас жара стоит, солнечная. Я в тени сижу. Если не на солнце, света хватает за глаза. Ну, яркости дисплея. Если на солнце, конечно, наверное, вам будет не хватать. Видим, что нет у нас адаптивной яркости датчика. Нету датчика событий. Но за такую цену это простительно. Планшет недорогой. Ну, здесь у нас вы можете, пожалуйста, поменять там яркость экрана у вас. Святая экрана. Так, специально возможности есть пункт. Опять же, для людей с ограниченной возможностей безопасности неинтересно. Местоположение. Ну, то есть, все классическое. Пароль аккаут, цифрово-балгучий контроль. Гобла. Вот здесь есть у нас ускорение системы. Если мы зайдем, можно лишнее отключать, включать, автозагрузку управлять. Вылетело у меня. Дальше. Система. Зайдем. И... Ага, вот, смотрите, в системе есть у нас, если снизу посмотрим, расширение оперативной памяти. У нас сейчас выключено. Можно запустить расширение памяти. У вас будет 16 гигабайт оперативной памяти. Что немаловажно. Сброс настроек, обновление системы до 13-го. И о планшете ТАП Кинг-Конг. Ну, видим, сим-карту у меня сейчас не установлены. Видим, что Android здесь у нас свеженький. 13-й. Замечательно. Ну, и смотрите, интересно управление снизу, да? Опять же. Ну, я думаю, можно свайпами настроить, но... Если вот так вы в портретном режиме смотрите, вот этой рукой, ну, очень удобно. Сделано, конечно, вот эту фишку я оценил. Видим, что... Давайте по приложениям все сервисы Google здесь предустановлены. Есть найти устройство, но и полностью YouTube, шмутюбы. Google Play и остальные фишки YouTube. А так, не туда зашел, отставить. Зайдем в меню. Что мы тут видим? У нас есть диктофон. Заметки, календарь. Ну, все классическое. Дальше найти устройство. Ящик с инструментами я здесь не вижу. Обычно в такие планшеты защищенные или в телефон добавляют. Но вам это не помешает поставить его со сторонних сайтов. Дальше. По камере давайте пробежимся. Камера здесь тоже простяцкая, да безобразие. Есть у нас два режима. Видео и картинка. Пожалуйста. Можно сверху увидим. Фотоспышку включить. Если захочем найти в настройке, тапаем на экран. QR-код можно и снизу шестереночку тапаем. Здесь у нас режим съемки. Стабилизация есть на съемке. Пускай будут выключить автоспуск. Размер фото. 16 мегапикселей в 4х3, если вам надо. А здесь вообще только квадратные фотографии. 16х9 нет. Оставим 16 мегапикселей. Так, дальше звук. Ну и тут баланс белого, все на авто. По видео, если мы зайдем, что удивило в видео. Так, тоже в настройке даже есть стабилизация. И сейчас мы продемонстрируем, конечно. Сомневаюсь, что здесь будет отличное качество, но для видеоконференции, зая глаза, съемка даже не 1080, а 720 пикселей. Такая камера, но для планшета и таких камер, им здесь нужны только сфотографировать документы. И пообщаться по видеоконференции. Что касается начинки планшета. Все классическое, все настройки. Ну, все замечательно, в принципе. Ничего лишнего. Все по минализму. Остановитесь. Ну что, давайте мы сейчас я вам примеры видео, фото покажу. Смотрим. Примеры видео. Как снимает камера без стабилизации. Можете посмотреть. Стабилизацию не буду включать, потому что крупает. Она здесь и не нужна. Вот так снимает камера. Это задняя, фронтальная. Делайте выводы. Это у нас фронтальная камера. В принципе, затемняет здорово. Наверное, не знаю, мне на экране кажется, если вот так просто на стол поставить. Для видеоконференции, между прочим, фронтальная камера, хоть и 8 мегапикселей умеет снимать, 10,80, 920 сейчас она снимает. Есть стабилизация, но стабилизацию не включила. Думаю, зачем? Все равно, если в видеоконференции, то так. Есть ветерок, слушайте, как задувает. Вот так снимает фронтальная камера. Можно, конечно, вот так ездить. Поярче, если в тень уйдете. Вот так это все будет. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой сегодня у нас планшетик был от компании Q-Bot King Kong. Тенденция пошла на защищенные планшеты. Ставят все-таки они приоритеты на специальные службы, которые пожарные. МЧС, опять же. Кто там? В горячих точках. Управление дронами и еще чем-нибудь. Так же путешественники, охотники, рыболовы, кладоискатели. Весь все, кто ведет активный образ жизни. Для них данная планшета весит немного. Место немного занимается. Большой экран. И опять же, GPS-навигация. Не заблудитесь. Galileo, Baido. GPS, GLONASS. Все присутствует. Карту загрузили, в кэш подкачали. Все, пошли. Не забыл. Все, маршрут включили. Пожалуйста. Но и по своему опыту, ребята, скажу, у кого маленькие дети. Вот это незаменимая вещь. У меня тоже планшет дома незащищенный. И маленький ребенок смотрит по нему мультики. Что только он с ними не делает. Ничего ему не делается. Большой экран. Это не с телефона. Хороший звук. Вообще замечательно. Присмотритесь. Ссылочки оставлю, как обычно, в описании. Не обязательно для путешественников. Для тех, у кого малые дети. Вот это то, что надо. Для учебы, опять же. И не жалко такого уронить. Если никто его не разобьет. Ничего ему не будет. Все. У нас на этом все. Всем пока. Спасибо за внимание. Увидимся. Ждите следующих обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok